Приветствую всех, кто подключился к нашей онлайн-конференции. Сегодня тема нашей беседы – советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны. И у нас в гостях Сергей Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, председатель Минского городского общественного объединения, защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. В преддверии Дня Победы у нас с вами такая непростая тема. Есть много вопросов, интересует наших пользователей все-таки, как происходила вся правда о Великой Отечественной войне и том периоде. Я думаю, что можем начинать. И напоминаю, что пока идет онлайн-конференция в прямом эфире, вы можете оставить свой вопрос. Мы постараемся, если будет позволять время, его озвучить. Первый вопрос у нас от Алексея из Минска. Что означало пропаганда в Советском Союзе? В чем ее основная функция и значение именно в военные времена? Ну, пропаганда слова латинского происхождения, она означает донесение информации. Это способ разновидности донесения информации до широких масс. Вот это очень важно, чтобы информация доносилась до масс, а для чего пропаганда существует? Для того, чтобы эта информация, которую доносили, сформировала устойчивое общественное мнение. Ну и получается, что наивысшей ступенью информации является агитация. Это уже донесение информации для сформирования устойчивого общественного мнения. Под воздействием этого мнения человек, группа людей, массы должны совершить определенные деяния. Ну, если перенестись в современность, то, допустим, пример пропаганды – это, скажем, бигборд. И на нем надпись с фотографиями замечательной белорусской семьи с детьми. У них в руках белорусские товары. И поддержим белорусского производителя. Поддержим белорусские услуги. А вот конечный итог, как агитация – это, скажем, та же самая семья с билетами. И внизу подпись «Летайте самолетами Беловек». Это уже призыв к действию. Да, это уже призыв к действию. В советское время как… Ну, политологи бы со мной, конечно, поспорили. Потому что для них агитация носит более, скажем, такой утилитарный характер. А что касаемо прошлого, то да, эти вещи неразрывны. То есть пропаганда, за ним следует уже агитация. Это как конечная форма. Но что касается функций, то функции у пропаганды очень разнообразны. Начинаем от того, что функция, во-первых, идеологическая. Сформировать, привить определенную идеологию. Это во-первых. Во-вторых, это функция патриотическая. Сформировать патриота. Далее, функция политическая. Конечно же, осветить, допустим, определенный политический строй. Привить к нему определенные отношения. Функция воспитательная отсюда выходит. Воспитать массы. Вот это очень важно. Не одного человека, а много людей. Граждан того или иного государства. Функция, в конце концов, информационная здесь тоже. Потому что бывает так, что если брать историческое прошлое, те же самые пропагандистские плакаты советских времен, то может быть какой-нибудь крестьянин с какой-нибудь глухой деревни единственный раз в своей жизни изображение танка и видел. А самого танка в жизни никогда. Ну, может быть, даже не информационная и не функция, скорее развивающая. Хотя и ту, и другую отрицательную. Но в военное время большое значение. В военное время большое значение по той простой причине, что пропаганда, она сплачивала народ, поднимала его на борьбу. И проблема пропаганды, она в истории поднята давно. Еще Наполеон говорил, что четыре газеты, нужно подающие информацию, могут принести врагу больше ущерба, чем армия противника. Поэтому, естественно, пропаганда в годы Великой Отечественной войны, она имела направление такие. Это, во-первых, пропаганда на свое население, пропаганда на население противника и пропаганда на армию противника. Что касаемо функции и значения именно военные времена. Вот Ивану интересно, какие основные средства пропаганды тогда были, что характерно именно для периода Великой Отечественной войны? Ну, средства пропаганды, они как тогда, так и сейчас. Ну, тогда, конечно же, не было телевидения. Во-первых, это средства массовой информации. В то время это, в первую очередь, газеты, печать. Если брать за основу критерий деления средств пропаганды по носителю, то это словесная и изобразительная пропаганда. Ну, словесное слово может быть живое, слово может быть по радио, слово может быть печатным. Изобразительная пропаганда, пожалуйста, плакаты, газеты, призывы, листовки, карикатуры, шаржи. В то время отдельно уже выделялась и кинопропаганда, потому что и через кино пропаганда велась очень и очень серьезно. И в годы Великой Отечественной войны было создано немало, с одной стороны, очень высокохудожественных произведений, с другой стороны, весьма пропагандистских. Допустим, знаменитое кино «Два бойца», где советские воины предстают этакими блинными богатырями. Вспоминайте хотя бы Саша Суралмаша в исполнении легендарного актера Бориса Андреева, который даже по физическим параметрам в том фильме раза в два выше и больше любого немца, который там показывают. Ну, может быть, для периода Великой Отечественной войны характерно массовое применение листовок миллионными тиражами. По принципу прочитал, и дай прочитать другому. Газет самых разнообразных, ну тогда это основное средство массовой информации. Сейчас, конечно, газеты не имеют, наверное, такой значимости в информировании людей. Интернет, телевидение, конечно же. Интернет. Нас смотрят по интернету. Нас смотрят по интернету, конечно. Пойдемте дальше. Юлия из Минска уверена, что не только у нас была пропаганда. Какие способы агитации и призыва народа к боевым действиям были у немцев? В чем особенности и отличие именно советской пропаганды? Немцы как-то пошли дальше? Вы знаете, они, наверное, даже первые начали проблему поднимать, потому что в 1924 году, находясь в заключении после неудавшегося пивного путча, Гитлер писал свою книгу «Майн камф», где одна из глав посвящена пропаганде. Он очень детально раскрывает пропаганду в кайзеровской Германии во времена Первой мировой войны. И говорит о том, что она никуда не годна. И одна, она, один из факторов проигрыша Германии в этой войне. И поэтому в новом государстве, которое он уже предвидел, нужно пропаганду поставить на неимоверную высоту. И так и получилось, когда Гитлер пришел к власти в 1633 году, было ущреждено министерство имперское, рейхс-министерство во главе с Йозефом Геббельсом. Министерство, обратите внимание, это просвещение и пропаганды. То есть в одном лице. Достаточно редкий случай. И Геббельс является одним из сильнейших пропагандистов своего времени. Были задействованы все средства информации массовый раз, были задействованы все направления искусства. В том числе, вот особенность фашистской Германии, это пропаганда своего образа жизни, будущего Третьего Рейха через изобразительное искусство, через кино. И вообще, наверное, по сравнению с Советским Союзом, пропаганда фашистской Германии носила, на мой взгляд, опять же, со мной могут поспорить, более такой навязчивый, более объемлющий характер. Ну, во всех сферах общественного действия, которые только были. Потому что в Советском Союзе были, допустим, какие-то общественные события, которые, да, освещались в газетах тех же самых, но они не носили такого какого-то культового характера. Допустим, съезды. На них правящая верхушка Советского Союза, съезды коммунистической партии, тогда ВКПБ, Союзной коммунистической партии большевиков, там решали внутренние проблемы внутренней политики Советского Союза и внешней. Если брать съезды на социалистической рабочей партии Германии, то они были своеобразным шоу. А чего стоит факель на их шествии? А сжигание книг? А знаменитая, вот в Германии во времена фашистской диктатуры была выработана концепция крови и земли, так называемой почвенной концепции, когда через любовь к своему прошлому и через любовь к своей земле прививалась вот эта вот национал-социалистическая идеология, фашистская идеология. Все это было. И, наверное, здесь кое в чем немцы даже нас и опередили. Она была пропагандой их более навязчивой, апеллировала к древним истокам. Гораздо раньше, чем это, скажем, сделали мы. Потому что, скажем так, апелляция к истокам, взглядывание в прошлое, в историю у нас началось только с 1943 года, когда, во-первых, были введены офицерские звания, были введены погоны. До этого понятия офицерки не существовало, красная командирка была. Началась череда орденов именем полководцев русских. Наверное, немцы в этом плане даже нас переиграли. Их идеология была и пропагандой весьма навязчивой. К примеру, она во многом сформировала фолькшторм, это народное ополчение против Советской Армии, против Красной Армии, которая наступала уже на территорию Германии в 1945 году. Гитлер-Юген тот же самый. Массовое убийство немцев при вступлении наших войск в Германию. Думаю, что все-таки в плане навязчивости они были сильнее. Может быть, потому что их общество несколько численно поменьше, территория страны поменьше. Было проще охватить. Да, проще охватить. И их территория, их страны, она была более, скажем так, однородна по своему уровню экономического и политического развития. У нас все-таки страна была весьма многонациональной, и, соответственно, проблемы здесь были свои. Спасибо. Кристина интересуется, какие этапы развития советская пропаганда прошла за годы Великой Отечественной войны? Вот вы сказали, 43-й год. Ну да, это один из таких поворотных этапов, потому что в этот же год и было восстановлено патриаршество, произошло хотя бы такое формальное обращение к церкви. Война, скажем так, идеологически, пропагандистски, уже полностью приняла понятие всенародной Великой Отечественной войны, хотя термин прозвучал гораздо раньше. Но что касаемо этапов пропаганды в годы Великой Отечественной войны, она неотъемлема, пропаганда была связана с успехами и неудачами нашей армии. Поэтому первый этап, это, конечно, времена оборонительных боев и отступления Красной армии до Москвы и до Волги. Потом это время коренного перелома. 42-43 год, начало коренного перелома Великой Отечественной войны. Это Сталинградская битва, завершение, это Курская дуга. Ну и освобождение советской земли, а также освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы от фашистов. Соответственно, менялась и пропаганда, и изображение врага, и изображение, если это плакаты, листовки и подачи, допустим, образа советского солдата, что ему нужно было делать, как он должен был выглядеть в глазах советских людей, в глазах тем же самым немецкого населения или в глазах освобожденных народов Европы. Все это, конечно, было по-разному. Хорошо. В начале войны, Екатерина Изминская пишет, людям сложно было представить, что немцы на самом деле пришли к нам с войной. Как трансформировался образ немецких солдат в образ врага? Как он менялся в ходе войны? И какими представляли себе немецких солдат? Ну, уважаемая Екатерина, позвольте с вами не согласиться, что в начале войны людям было сложно представить, что пришли к нам с войной немцы. Идея войны все-таки витала в воздухе очень серьезно. Это, скажем так, предполагалось в высших кругах нашего общества о том, что война рано или поздно начнется. И вопрос войны был очевиден. Другое дело, когда она начнется и где она будет вестись. В то время преобладала тенденция, такой взгляд войны с фашистами на их территории, быстрый их разгром. Но по поводу образа немецких солдат в нашей пропаганде, он у нас обычно в то время, в годы Великой Отечественной войны, он двоякий. Либо это такие достаточно комичные персонажи. Если это фильм, маленький, тщедушный, обычно таких немцев легко, извините меня за такое слово, убить нашему солдату, взять в плен. Что на самом деле было, естественно, не так. Либо это вурдалак-людоед, который пьет советскую кровь, убийца, бандит, грабитель, насильник. Все самые негативные черты ему приписывались. По большому счету, этот клише образа врага, он не менялся у нас на протяжении всей, наверное, войны. Единственное, что, конечно, более, скажем так, тщедушный образ немца, он больше доминировал, к примеру, под конец войны, когда было видно, что война завершится нашей победой. Мария из Минского района пишет, что в годы войны значимый вклад вносили подполье. Они изготавливали листовки, издавали газеты, в общем, вдохновляли. Нельзя недооценивать роли Минского подполья. В чем заключалась миссия? Расскажите, пожалуйста, как они повлияли на советских людей. Хорошо. Мария, очень хороший вопрос. Вы, часом, Мария Нисамохвалович? Возможно. Потому что школа в Самохваловичах носит имя Героя Советского Союза, редактора газеты «Звезда» Владимира Амельюнюка, одного из лидеров Минского подполья в годы Великой Отечественной войны. Кстати, единственный редактор на всем постсоветском пространстве, который был награжден званием Героя Советского Союза. Ваш коллега, журналист. И журналист, я хотел бы сказать, от Бога. Причем в то время, когда не было вот таких масс-медиа, как есть сейчас. Это интернет и телевидение. Он работал через газету. В Минском подполье издавалась газета «Звезда». Были и другие газеты, но вот она была ключевой. И первый номер вышел в мае 1942 года. Немцы эту ситуацию отслеживали. Они придавали огромное значение борьбе не только, собственно, с подпольем, но и с его печатными органами. И поэтому немецким диверсантам Амелья Нюк был убит уже 26 мая 1942 года, успев выпустить буквально несколько номеров. Всего в 1942 году выйдет 4 номера этой газеты. Потом типография, которая базировалась, скажем так, на... Ну, здесь две версии. Первое, что она печаталась на немецкой, на базе немецкой типографии. Второе, что все-таки подпольщики собрали шрифт сами. Потом типография будет переведена в партизанскую бригаду под Минском. И еще около 90 номеров будет издано там. Вообще, это было... По сути дела, это серьезный подвиг. Потому что за это неименой была смерть. И люди заранее знали, что они будут пожертвовать своей жизнью. Они шли на это сознательно. И они, конечно, достойны того, чтобы их называть героем. Хотя многое в Минском подполье, что оно было, особенно вот первый этап Минского подполья, 1941-1942 год, мы не знаем. И, наверное, уже не узнаем никогда. Нет и данных. Ну, данные... С каждым годом их, скажем так, все меньше и меньше. И круг как бы, на мой взгляд, замкнулся. Потому что подполье Минское 1941-1942 года, вот времена Казинца, времена Миленюка, времена Кабушкина, это несколько иное подполье, чем, скажем, подполье 1943-1944 года. И качественно совершенно иное. И, кроме того, следует заметить, что и руководящие органы, партийное подполье, вот горком партии, он будет в городе в годы подполья, первого подполья, то есть именно в Минске. А потом уже, после разгрома, он будет на базе партизанской бригады и отрядов под Минск. Евгений Сгроднов говорит, что в школе им рассказывали, что во времена ВОВ были огромные трудности с бумагой для печати листовок и газет. По сути, газеты, к примеру, та же звезда, выглядели не лучше листовок. Объясните, пожалуйста, зачем тогда было издавать эти газеты? Откуда брали бумагу на выпуске? Где они искали типографию? Ну, издавать газеты, еще раз повторюсь, что, естественно, это печатное слово, это слово, это главный источник, по сути дела, событий, сведений о том, что происходит, и в зависимости от того, как это будет подано, так люди об этом и узнают. Опять же, по поводу трудностей с бумагой. Ну, трудности с бумагой в то время были не только в военное время, но и в мирное. Поэтому, скажем, во времена уже издания партизанских газет издавали, если бумагу могли доставить с большой земли тому партизанскому отряду или той бригаде, который имел связь с этой большой землей, то есть с Москвой, ну, скажем так, с той территорией Советского Союза, которая была неоккупирована, то уже тем отрядам и бригадам, которые издавали, кстати, не все же издавали, не забывайте, это тоже определенный труд, доводилось пользоваться бумагой, какой и есть. Ну, допустим, мобой. В музее Великой Отечественной войны есть образцы листовок, изданных на бересте, на березовой коре, вот, такой хрестоматийный факт. Краска для шрифта, это сажа, черника, да, ну, кто на что гораст, вот, поэтому тут из всяких подручных средств собирались типографии, профессиональный печатник был для партизанской бригады большой ценностью, конечно. Какими количествами, Виталий спрашивает, из Пинска издавались листовки и как их распространять? Ну, методика подсчета самая различная. Есть методика подсчета по тиражам, есть методика подсчета по количеству, допустим, если это пропагандистские листовки на солдат, офицеров вражеской армии, на вермахт, то по количеству листовок, которые в среднем предполагалось издать на одного немецкого солдата, ну, где-то в районе от 35 до 40 листовок, обычно приводятся такие цифры у исследователей, ну, в любом случае это многомиллионные тиражи, но если это брать оккупированную территорию, конечно же, это намного меньше, это уже тиражи исчисляются тысячами, листовок, конечно, обычно в отношении газет, ну, где-то в 4-5 раз больше, ну, вот, сами можно посчитать, да, естественно, передавались, и в конце концов, даже если не передавались, то они шли по очень важному назначению, там, на самокрутке, например, да, ну, естественно, конечно, это все было очень дефицитно в тот время. Павел Исново спрашивает, как работала пропаганда СССР, направленная на деморализацию противника. Ну, здесь, здесь, во-первых, нужно выделить, наверное, те органы пропаганды, которые у нас существовали. Во-первых, это была, это был отдел агитации пропаганды, ЦК ВКПБ, это во-первых. Во-вторых, 24 июня 1941 года у нас было создано, так называемое Совинформбюро, Советское информационное бюро, которое выжимку всей информации о военных действиях отбирало в свои сводки. Кстати, каждая сводка Совинформбюро ложилась на стол Сталину, обязательно. Он смотрел каждую сводку. Вот. Что касаемо отделов пропаганды, агитации на местах, то они были созданы на базе каждого фронта и ниже по частям, соответственно. Против, как пропаганда работала против немецких солдат? Ну, во-первых, это призыв, конечно же, сдаваться в плен. Во-первых. Во-вторых, это призыв не участвовать в этой войне. может быть, каким-то образом даже саботировать эту войну. Хотя, с самого начала вот такого образа, такого плана листовки, призыва, они не имели большой, большой популярности и большого успеха. Почему? Потому что в 1941 году Вермахт, перейдя границу Советского Союза, обладал высочайшим моральным духом, с их точки зрения, конечно же, германская пропаганда потрудилась. Когда наступили времена разгрома немцев под Сталинградом, под Москвой, под Курском, на Курской дуге, соответственно, вера в победу пошатнулась и это активно вот это вот расшатывание этой веры поддерживалось советской пропагандой. Ну, обычно здесь, здесь, здесь следует разделить пропаганду по способу подачи правды. Либо это правдивая пропаганда, действительно, так оно и есть, либо это ложь при украшивании, естественно. Вот на листовках, допустим, призывающих немецких солдат сдаваться в плен, показано учить их собрать под Сталинградом, когда они, допустим, замерзли холодной зимой или под Москвой, да, действительно, это правда, но бывали и при украшивании, к примеру, когда советские солдаты представлялись, опять же, такими богатырями на фоне немцев, что я уже говорил, и третий вид подачи информации в отношении правда это или неправда, это так называемое замалчивание правды, вот, оно тоже применялось, то есть, сказать, но не все. Да, не везде. Да, абсолютно верно, может быть, да, потому что, конечно же, были поражения и Красной Армии, и попозже, и в том, неуспехе, в том же самом 43-м году, и в 44-м, но, тем не менее, они уже так, и то же самое, Болотонская операция, да, когда советские войска в 45-м году уже попали в окружение, но они не рассматривались так, потому что это, с этой точки зрения было не нужно, а вот, ну, поэтому, здесь все средства были хороши. Ну, Карина из Полоцка задает вопрос, какие были изображения именно союзников советской пропаганды во время Великой Отечественной войны? Вот с союзниками очень интересно. Наверное, вот то, что я говорил про недосказанность, здесь и имеет место быть. Почему? Потому что союзники изображались, ну, скажем так, очень дружелюбно и очень положительно. разница в том, что у нас разный строй, в том, что у нас разные отличия в идеологии, в том, что у нас социалистическое государство, а там буржуазно, что там имеет место капиталистическая эксплуатация, все это в пропаганде, да, нивелировалось, вообще не указывалось, было забыто, показывалось, показывалось, сильная британская армия, сильная армия американская, знаменитая листовка по поводу встречи советского летчика и британского над Берлином, когда два самолета рядом, они пожимают друг другу руку и бомбы с флагом Советского Союза и с флагом Великобритании летят прямо в Берлин по фашистам. Если это показывалось американская, допустим, или британская семья, простые люди, то они мало чем отличались от пропагандистских плакатов, ну, кроме, наверное, внешнего облика, да, каких-то таких специфических внешних физиогномических черт, они мало чем отличались от советских семей. Да, да, абсолютно верно, ближе к народу, ну, пропаганда же не только была в плане изобразительной пропаганды, допустим, очень активно пропагандировались и пропагандировалась помощь наших союзников нам по Ленд-Лизу и даже были песни, в том числе и джазовые песни, посвященные этой проблематике, что самое удивительное. Вот, обычно в Советском Союзе, вот, после войны, в время борьбы с космополитизмом, джаз уже был под запретом, а здесь он даже получил определенное распространение, и там вот знаменитая песенка про капитана Кеннеди, вот, который плывет на помощь Советскому Союзу и везет нужные для него грузы, была весьма популярной, но опять же, популярной в больших, наверное, городах, потому что до деревень Советского Союза это, конечно, пропаганда, да, доходила намного меньше, насколько это было возможно. Я уже говорил, что большие территории, большие расстояния, много народа, много населения, вот у немцев в этом плане работала пропаганда лучше. Людмила говорит, что сейчас большие компании следят едва ли не за каждым шагом соперника. Следили ли противоборствующие стороны ВОВ за агитационными акциями противника и какие контршаги предпринимали? Да, да, следили, конечно же, но вот приведу вам такой пример, что 13 апреля 1443 года Геббельс выступил своим знаменитым обращением. Кстати, это обращение вызвало большой переполох среди, скажем так, наших работников пропаганды по поводу Катынской трагедии, по поводу Катынского расстрела. Фашисты первые провели там эксгумацию и пытались обнародовать всему миру о том, что именно здесь перед войной в Смоленских лесах были расстреляны солдаты-офицеры польской армии, которые попали в плен в результате похода Красной Армии в Польшу в 1339 году. И сразу же, сразу же, вслед за этим началась кампания по опровержению этого. и в этой кампании участвовали не только работники органов пропаганды, но и туда были привлечены светилы медицины, вот, генерал-полковник медицинских войск Бурденко, который является основоположником хирургии полевой, один из выдающихся хирургов-медиков в годы Великой Отечественной войны, тоже был привлечен к экспертизе по этому вопросу, и пришлось очень серьезно поработать над тем, чтобы пропаганду Геббельса замять. Вот, самое интересное, что именно 13 апреля, только уже 1990 года, если не ошибаюсь, телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС, выступило с сообщением о том, что да, злодеяние по поводу убийства польских солдат и офицеров было, и оно полностью на совести НКВД и руководителя НКВД в то время Берия. Ну тогда эту правду говорить бы нанялись. Нет, конечно же, нет. Тем более, что как раз шел процесс создания войска польского, туда еще начинался дивизия тогда уже Костюшка, которая примет, кстати, свое крещение, свой первый бой под Ленина, это Горицкий район современной Могилевской области, то есть у нас в Белоруссии, и никоим образом нельзя было, конечно, вот этой пропагандой отвлечь или разбить эту идею создания вооруженных сил славянского народа, славянского государства, братского нам, но тогда государство было оккупировано, немцами, вот, и поэтому нужно было, конечно, чтобы пропаганда работала здесь на все сто. Ну вот, Влад, кстати, к этой теме присутствовала ли политика двойных стандартов советской пропаганды, еще были примеры? Ну, примеры были в отношении, допустим, если брать вообще советскую пропаганду, то, допустим, образ фашистской Германии, он менялся, допустим, до 1939 года, это один образ, это образ такого вот врага, который эксплуатирует пролетарское население, упор на то, что немцы, рабочие, крестьяне, они есть, и они в случае войны помогут советской Красной Армии. То есть, они хорошие их заставляют? Да, тезис был такой после 1939 года, ну, после августа, после пакта Риббентропа-Молотова у нас уже таких, скажем так, выпадов в агитации не было, относительно было затишье, а потом, где-то перед самой войной уже началась пропаганда фашистской Германии как цельного такого противника, независимо от классовой присущности, от классовых каких-то предрасположенностей, ну, и что и дальнейшем подкрепилось уже в 1941 году и дальнейшем. Поэтому, да, политика двойных стандартов, понятно, что пропаганда меняла свои пристрастия в зависимости от той политики, которую проводило государство. Пропаганда сама по себе, она не может объективно существовать. Объективно, без внешних фактов. Да, она связана, она завязана на той политике внутренне-внешней, которая проводит. государство, конечно же. Антон спрашивает, как считаете, какие серьезные промахи были у советской пропаганды на разных этапах войны? Были промахи? Ну, в начальном этапе войны, конечно же, был промах в том плане, что нужно было вести пропаганду более деятельно, более действенно. Но было не до этого, потому что... Защититель. Красная Армия была разбита в приграничных сражениях, отступала, а в 42-м году разгром под Харьковом открыл путь вермахту к Сталинграду и Кавказу, и поэтому приходилось в самых сложных условиях вести пропаганду, агитацию, и во многом она, скажем так, должна подкрепляться реальным делом. Она не подкреплялась, потому что доблесть Красной Армии оказалась на самом деле не такой, какой, допустим, представлялась она в средствах массовой информации. И вот часто ветераны в своих воспоминаниях, они же и говорят о том, что когда мы отступали, кричали вслед, куда, куда вы уходите, мы вас кормили, поили, одевали, обували, отдавали все лучше. Армии, наша армия непобедима, наша армия доблестна, она должна разгромить врага, а куда же вы уходите? Ну, вспоминайте хотя бы то же самое знаменитое стихотворение Суркова, ты помнишь Алеша дороги Смоленщины, когда вы идите, мы вас подождем, что это значит? Это значит о том, что надежды уже никакой не было, идите, а когда вы придете, неизвестно, и с каким чувством, конечно же, солдаты и командиры отступали, это одному только Богу известно, и уже было, конечно же, не до пропаганды, но, но, в том числе и в этих сложных условиях она, конечно же, велась, потому что нужно было как-то прибодрить солдат, народ прибодрить, поэтому вот, и подвиг, к примеру, Гастелло в это время был так уж разрекламировал очень сильно в начальном, в начальных этапах вот Великой Отечественной войны, буквально, вот в первый месяц, хотя до сих пор неизвестно, он ли это, либо это Маслов, ну вот, по этому поводу великое множество различных разночтений, что можно сказать, и тот, и один были героями, они погибли, сражаясь с фашистами, ну, не их вина, и не их, наверное, беда, что один из них не оказался на пире, на устах у пропагандистов, а второй, да. Ну, так было бы, Ксения пишет, что в школе нам рассказывали, какие партизаны молодцы, как они спасали страну наравне с армией, а вот в моей деревне, в Могилевской области, партизаны не любили, их боялись даже больше, чем немцев, партизаны приходили, забирали у народа все, мыло и еду, и чем кормить детей, их не волновало, такие факты были, почему же мы не говорим о них, а до сих пор в школах изучаем подвиги партизанов, пуская их отношение к своим же мирным жителям. Ну, вопрос, он в меньшей степени касается пропаганды, в большей степени, наверное, все-таки к ситуации с партизанским движением у нас в стране. Спасали страну наравне с армией. Да, они боролись против фашистов. Вот такой пример, я вам приведу, Ксения, на ваш вопрос, что в истории практически мы не встретим партизанских лагерей, концентрационных лагерей, имею ввиду, как в отличие от лагерей для военнопленных. Почему? Потому что отношение к партизанам у немцев было еще хуже, чем к пленным нашей Красной Армии. Пленный, ты по призыву. Партизан. По выбору. Получается, ты добровольно поднял оружие против фашистов. Чего тебе дома не сиделось и не работалось, скажем, условно говоря, на Великую Германию. Хотя были партизанские отряды и бригады, которые проводили мобилизацию. Вот в частности в моем городокском районе так оно и было. Там, где были партизанские зоны относительно территории, которые контролировались партизанами, это было возможно. Все зависело от степени, скажем так, установления советской власти в том или ином регионе. Естественно, с помощью партизан. А вот. Поэтому тут уж говорить о том, что партизаны, к примеру, ничего не делали, конечно же, нельзя. Но следует различать, наверное, партизанское движение в разных районах нашей страны. Это во-первых. Есть партизанское движение в Западной Белоруссии. Там, где советская власть продержалась только два года с 1939 года. И, по сути дела, серьезной базы идеологической для создания партизанских отрядов и бригад не было. Там, если и были партизанские отряды, то либо из бывших военнопленных с опорой на местный актив, либо партизанские отряды, которые присылались на оккупированную территорию через ведомство НКВД, либо формировали партизанские отряды вооруженной силы. Такие тоже были. Партизанские движения в Центральной Белоруссии, то есть той Белоруссии, которая входила в гауляйтерство. Это партизанское движение характеризуется наличием зон партизанских, партизанских территорий, которые они контролировали. Но опять же, на мой взгляд, историки, наверное, и может быть даже ветераны со мной могут поспорить, я бы сказал, что партизанские зоны и края были там, где во многом немцы позволяли в кавычках это сделать. Почему? Те территории, которые стратегически для немцев не представляли большого интереса. Может быть, большие лесные массивы, большие территории, которые, допустим, не были экономически необходимы. Треугольники или многоугольники в периметрах железных дорог. Потому что железные дороги немцами, конечно, хорошо контролировались. И восточная Белоруссия, где партизанское движение было сопряжено и с созданием партизанских зон, краев и партизанскими рейдами. Вот для меня почему-то показателем партизанского, скажем, качество партизанского движения, качество партизанской борьбы является именно наличие у того или иного партизанского соединения, именно рейдов. Потому что в таком случае мы имеем дело с партизанским отрядом, бригадой, за которым немцы охотились. Потому что он был действительно очень значим в плане боевой подготовки, в плане того урона, который немцам наносил, и немцы на одном месте ему сидеть не давали. Ну вот к примеру такие знаменитые партизанские соединения, которые затронули Беларусь, как Кавпак, к примеру, который шел по югу Беларуси, Гомельская область, или партизанское соединение 13, которое пришло к нам со Смоленщи, и действовало в том числе и в Могилевской области, это партизанское соединение 13, под командованием Героя Советского Союза Сергея Васильевича Гришина. Понятно, что были те партизаны, которые, к примеру, не имели связи с Большой землей, были плохо вооружены, во многом боялись преследования немцев со свое советское прошлое, может быть, они избирали тактику пересидеть в лесу, да, и это, конечно же, отрицать нельзя. Ну вот сам факт того, что вот рассказывали, соответственно, все забирали. Да, соответственно, им нужно было что-то есть, им нужно как-то кормиться, поэтому у партизан обычно была налажена связь с местным населением, потому что без связи с местным населением прокормиться было невозможно. Тот же самый комиссар партизанского соединения Гришина говорит о том, что москвинова фамилия, вот он написал знаменитую книгу партизанскими тропами по свое партизанское соединение, что когда мы слились с Красной армией, то, по-моему, начальник управления тыла армии даже выше, чем дивизия, он не знал, что с ними делать, 5, 6, 7 или 10 тысяч партизан добавилось, как их кормить. Я у него спросил, вспоминает москвин, а как, чего ж ты не спрашиваешь, как мы кормились 4 года, 3, 3 года, как мы кормились, будучи вот в этих партизанских условиях, где мы что брали и есть, каким образом, конечно же, это не без связи с местным населением, ну и, наверное, не без принуждения в особых случаях, конечно же, без этого, без этого не обходилось. Это была война, это была борьба за выживание, поэтому, это большая проблема. Спасибо. Алена из Бреста спрашивает, как часто вы сталкиваетесь с замалчиванием и фальсификацией истории, и как вы добиваетесь правды? Ну, достаточно часто. Я возглавляю Минское городское общественное объединение «Защитники памяти и правды и Великой Отечественной войне», и хочу сказать, что вот проблема фальсификации истории, она характерна, наверное, как ни странно, историкам и политикам, назовем так их, или, скажем так, кавычках политикам, деятелям, или которые меняют так себя, на бывшем постсоветском пространстве. Если брать отношение к Великой Отечественной войне, Второй мировой войне в странах наших союзников или противников, то там больше замалчивание, как-то более аккуратно с этим работают. Ну, вот знаменитый пример, это пропагандистский фильм, даже два, «Война на Тихом океане» и «Братья по оружию». «Братья по оружию» и «Ат на Тихом океане», сняты в США, они показывают войну американцев в Европе после открытия Второго фронта и, соответственно, с японцами на Тихом океане. Так вот, неискушенному человеку, который вообще не знает историю Великой Отечественной войны, если они посмотрят эти фильмы, то складывается впечатление, то есть формируется мнение, та же самая пропаганда, о том, что войну выиграли именно американцы, что они разгромили вермахт, что у них было лучшее вооружение, что у них была лучшая боеготовность, подготовка, подготовка, но ведь это не так, но из этого фильма это никак не вытекает, понимаете? Вот и все. Ну, со своей удобной стороны. Да, да, то есть их в этом винить нельзя, почему? Они преследуют свои цели и интересы. Это тоже пропаганда, только у них, обратите внимание. И здесь уже новый фактор пропаганды, вот именно сейчас, это деньги. Вот они могут снять красивую картинку, замечательно. Смотришь, как документальный фильм, и получается, что пропаганда работает чем-то даже лучше, чем у нас. У нас почему-то начался вот с развалом Советского Союза вот такой дрейв. То есть Великая Отечественная война, это советское прошлое, все советское плохо, Великая Отечественная война тоже плохо. Понятно, что плохо война не может быть хорошо, но плохо с какой точки зрения? Ничего там хорошего не было. Мы, факт самой победы, мы, да, мы победили, это отрицать как бы нельзя, но как мы победили, каким образом мы победили, и завалив Германию трупами, и к чему мы в итоге пришли, и все неправда, вот это вот уничижение своего собственного прошлого, оно, конечно, абсолютно недостонно для любого народа. Мне всегда удивляет, почему вот у нас, на территории бывшего Советского Союза, ну, во всяком случае, вот беру славянские республики, да, почему-то оно имеет место. Я считаю, что, конечно, это абсолютно недостойно ни нашего народа, ни наших традиций, и отрицать то, что это у нас было. Как хорошее, так и плохое, надо уметь жить и с тем, и с другим. Это, по сути дела, ну, как плевать свое прошлое, и отказываться от своей крови. Часто говорят, а вот смотрите, немцы, фашисты, да, вот они раскаялись, мне трудно за ним говорить. Это их сторона. это их сторона. Вот я не немец, вот как не знаешь, говорят, что немцу, что русскому хорошо, то немцу смерть. Видимо, в этом есть какой-то глубинный смысл, действительно. Ну, родился бы я немцем, тогда было бы как-то, да, я бы тут не сидел и, скорее всего, говорил бы, а может и не говорил бы, где-нибудь в другом месте. Но, так как я все-таки русский, так как я славянин, так как у моего народа есть великое прошлое, я считаю своим долгом популяризировать знания об этом прошлом. Кому же еще и профессиональный историк. Ну, пусть с моей точки зрения это будет своеобразная пропаганда. Вот. Кстати, в нашем общественном движении по этому вопросу идут большие споры. Какую работу проводить? Огромные споры. К примеру, у нас есть специалисты по мемориализации. То есть, они нацелены именно в эту область. Это памятники, это мемориальные доски. Вот мой заместитель Сергей Васильевич Соболев, подполковник подставки, он мастер мемориализации, он открыл более 20 памятных досок, это огромнейшая работа. Вот. Начиная от художественных эскизов, заканчивая согласованием в органах власти. Вот. Есть члены нашей организации, которые считают, что главное это поисковая работа. Что нужно поднимать неизвестные страницы, раскрывать неизвестные страницы войны через поиск погибших солдат, офицеров, восстановление памяти, может быть, доброго имени, если это необходимо. Но вот мое личное мнение, что в первую очередь должна быть популяризация знаний. К сожалению, молодежь не знает, что у нас было. Война у нас предстает очень схематически. Во многом, кстати, этому способствует, на мой взгляд, не совсем правильная подача информации о Великой Отечественной войне, в том числе и в учебниках. Ну, к примеру, у нас есть нападение фашистской, в учебниках, нападение фашистской Германии на Советский Союз. Дальше у нас есть оборонительные бои на территории Белоруссии. Дальше у нас оккупационный режим, порядок. Дальше партизанское движение, освобождение Белоруссии. Разгром немцев под Москвой. Ну, это же не Белоруссия, значит, ничего не нужно. Разгром немцев по Сталинградам, Курская Дуга, освобождение Украины, освобождение Крыма, битва за Кавказ, война в Заполярье. У нас в учебниках огромный информационный пласт, выпавший буквально, его нет. Абсолютно. Как будто белорусы там не сражались. Вот где белорусы, да, а где не белорусы, уже нет. В то время, понимаете, мы же были одним народом советским. Благодаря, кстати, этому мы и победили. Как раз есть такой вопрос от Дениса. В чем видит цель участники объединения защитники памяти и правды Великой Отечественной войны? Популяризация знаний раз, мемориализация памяти два, поиск правды с правдой совсем плохо, если честно сказать, потому что вот к нам обращался один из ветеранов вооруженных сил, сын фронтовика, который поставил под сомнение некоторые сведения, которые считаются официальным по поводу на протезанском движении в Могилевской области. Он заявил о том, что нету такого партизанского отряда, не было, сфальсифицирован был попозже. И он представлял документы, он представлял сведения, ну, опять, их нужно детально, конечно же, проверять, все это требует большой работы, чем мы и занимаемся. Но такие примеры тоже есть. Можно обращаться, пожалуйста, обращайтесь, организация действующая, мы проводим различные мероприятия. Пик нашей деятельности, конечно, пришелся на юбилей Победы в 2015 году, организованы мы как раз в этом же году, вот мы организованы, и сейчас мы заняты не столько вот этими мероприятиями памятными и работой собственно такой черновой сколько созданием республиканской организации. Мы бы хотели, чтобы у нас существовала республиканская организация, которая имела такое же исходное название и занималась теми же исходными вопросами. Покуда у нас есть Минско-городская общественная организация защитника памяти правды Великой Отечественной войны, у нас есть Гомельская достаточно действенная организация областная, сориентирована в поисковую деятельность и у нас есть Минская областная организация недавно созданная и, скажем, набирающая обороты развивающая. Спасибо огромное за развернутые ответы, спасибо всем, кто был с нами, поздравляю с праздником Победы, который у нас будет завтра, помните и цените свою историю. До свидания. Всех с праздником Победы.